Со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина прошло 218 лет. Сегодня говорят, что все города России объединяет улица, названная в честь этого поэта, и памятник ему. Владивосток в этом плане не исключение, хотя Пушкин в нашем городе ни разу не был. Первой в Приморской столице имя в честь великого русского писателя получила улица. Она одна из древнейших во Владивостоке и до 1887 года называлась Госпитальная. Но в честь 50-летия со дня смерти поэта ее переименовали в Пушкинскую. Таким образом, жители города отдали дань памяти поэту. С каким произведением ассоциируется Пушкин? Ну, лукоморье, дуб зеленый, хватает цепь на дубе там. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Евгений Онегин, наверное. Капитанская дачка. А я памятник себе возник не рукотворный, это Пушкин. Вслед за улицей Пушкинским назвали и театр. С одной стороны, потому что он располагался на одноименном месте, а с другой, потому что стало модным называть что-либо в честь поэта. Сегодня два раза в год на День смерти и День рождения Пушкина в театре проходят различные балы и встречи. Ну, я думаю, что это больше в народе имя, потому что по документам я нигде не видела, что Пушкинский театр. То есть имена за свою историю здания меняло очень часто. Рядом с Пушкинским театром расположился и памятник поэту. За историю Владивостока в нашем городе их было три. Первый бюст установили в одноименном сквере. Затем бюст заменили полноценной скульптурой, но при строительстве золотого моста сквер стал неудобен, и его снесли вместе с памятником. Этот памятник Пушкину единственный во Владивостоке. Его установили в 1999 году, и он представляет собой некую метафору. Эдуард Барсегов, скульптор Владивостокского Пушкина, говорит, что в своей скульптуре изобразил поэта между настоящим и будущим. Книга в руках означает его жизнь. А то, что она закрыта, говорит, что поэт осознал приближение своей смерти и, склонив голову, размышляет о прожитых годах. Заклопнул свою книгу? Свою. Да, да. Свои стихи. Закончил как бы поэзию свою на этом. Поставил точку, будем говорить. Несмотря на то, что в написании своих произведений Пушкин поставил точку 180 лет назад, он до сих пор является символом русского языка. Многие филологи утверждают, что наш язык начинается именно с этого писателя. К слову, с некоторых пор стали активно пропагандировать чтение классиков. А грамотно говорить и писать на русском языке стало модно. Например, уже много лет устраивают тотальные диктанты, благодаря которым можно бесплатно проверить свои знания. Акция обрела популярность уже во многих городах России. В этом году во Владивостоке тотальный диктант провели в 14-й раз. Проверить себя, ребенка поднатаскать по русскому языку, потому что экзамены же сдаем. Поэтому я ходила просто вместе с дочкой, чтобы составляла ей компанию. И потом втянулась сама. С Александром Сергеевичем Владивосток связывает и могила его внучатого племянника Льва Анатольевича Пушкина. Родственник случайно оказался во Владивостоке и из-за болезни умер в морском госпитале. Могила внука Пушкина находится в Покровском парке. Но если бы не фамилия, вряд ли бы на нее обратили внимание. Потому что имя поэта до сих пор остается живо и его знают во всем мире. Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.